КАДУЦЕЙ 34 термин истории в пятом классе. Термин древнеримский с латинского кадуцеус переводится как жезл или кирикион, если по-древнегречески. Здравствуйте, пятиклассники! Мы повторяем короткими 3-5 минут терминами и их рассмотрением. Повторяем и изучаем историю в пятом классе. Итак, кадуцей – это жезл, обвитый двумя обращенными друг на друга змеями, часто с крыльями, на навершии самого жезла. Его появление, этого жезла в античности, связывали с мифом об Аполлоне и Гермесе. Согласно этому мифу, Аполлон в знак примирения с братом Гермесом подарил тому свой волшебный посох. Когда Гермес решил проверить свойства посоха, он поставил жезл между двумя борющимися змеями, те сразу прекратили борьбу и обвили палку. Гермесу эта картина так понравилась, что он их обездвижил. В Древнем Риме кадуцей стал неотъемлемым атрибутом послов. Кроме символа примирения, он впоследствии стал эмблемой коммерции и медицины. Также известен в качестве оккультного знака символа ключа тайного знания. Скриченные змеи при этом символизируют дуализм мироздания. То есть есть и мировоззренческое значение у этого термина. Все эти значения кадуцея тем или иным образом связаны с мифологическим образом Гермеса. Первоначальный кадуцея представлял собой оливковую ведь с двумя побегами, украшенную лентами или гирляндами цветов. Позже кадуцеями стали называть металлические жезлы с переплетенными между собой змеями на вершине. Обязательным является поворот голов змей мордами друг к другу. Именно такой вид кереккионов характерен и для древнегреческих изображений, и об этом свидетельствуют археологические находки. В римскую эпоху он был дополнен парой крыльев, одним из символов ветреного бога Гермеса. Эта форма стала общепринятым изображением кадуцея как в новое, да и в новейшее время. Спасибо за внимание. Следующий термин 35-й истории за 5-й класс это коллидий. До свидания. Продолжение следует...